Встречи с жителями Алтайского района Михаил Сарожаков проводит регулярно. В основном на приём к депутату люди идут со своими проблемами. Даем объявления в газету за неделю до этого. Люди записываются с вопросами. Значит, приходят сюда, проводим приём, и потом эти вопросы прорабатываем, решаем. Например, староста села Кайбал и Светлана Безяева подняла тему электроснабжения в селе. В частности, сейчас там не освещаются улицы. Энергетики отключили за долги. Мы теперь вообще в полной темноте находимся. У нас процентов 40 детей учатся в городе Абакане. Возвращается поздно, естественно. Дорога не освещена, остановка не освещена. Дорожка между остановкой и деревней тоже там никогда в жизни не было фонарей. То есть прямо очень такая больная тема. Чаще всего вопросы касаются области ЖКХ и социальных льгот. Такой вот приём граждан – одна из форм работы депутата. Поскольку он представляет избирателя, то и должен из первых уст узнать, что нужно электорату. Я второй раз пришла, первый раз, когда я пришла, он вопрос наш решил. То есть у меня был вопрос очередности. Он вопрос этот очень быстро решил. Но сейчас, поэтому я на него надеюсь, и поэтому пришла сегодня. Ещё одна из тем, затронутых алтайцами в ходе личного приёма, касалась выполнения республиканских программ по социальной поддержке. Я хотела бы узнать, почему приостановлена или вообще прекращена выдача бесплатных участков на Великобритании. По словам депутатов, большинство вопросов вполне возможно решить на уровне местных властей. Немало случаев, когда человек получает ответ на вопрос сразу на приёме, как, например, Екатерина Коновалова. Не было денег на промежевание. Значит, сейчас деньги республика дала, миллион двести на размежевание участков. 10-го числа, 10-го октября и 12-го, по-моему, 10-го и 12-го пройдут публичные слушания по вот этим вопросам, по выделению земельных участков, по изменению границ. Выделяют новые участки сейчас. Но всё-таки есть обращения, по которым требуется привлечение специалистов. В частности, к депутату Верховного Совета обратились работники одного из коммунальных предприятий – Белого Яра. Несколько месяцев 18 человек не получают зарплату. В данный момент, уже с июля месяца, нам не выплатены ни зарплата, ни отпускные. В ходе встречи принято решение провести совещание совместно с представителями местной власти, полиции, прокуратуры, трудноинспекции. Очевидно, по его итогам и появится решение. Когда вот такие вот встречи происходят, то действительно встают вот те проблемы. Иногда вроде бы проблемы маленького села, а они уносят, вы знаете, республиканский характер. Может быть, даже вот эти управляющие все компании, которые сегодня и в городах, и в сёлах – это уже общегосударственные проблемы. В селе Краснополе Михаил Сарожаков встретился с погорельцами. Многодетная мама Оксана Черных говорит, только две недели назад справили новоселье. Мы не знали вообще, мы в разделенности были, не знали вообще, что делать. И вот спасибо, конечно, областям нашим за то, что крыша над головой есть, остальное мы всё наживём, это уже руки есть у нас. Нет, конечно, спасибо. Людям спасибо помогали, не бросили, не оставили. Действительно, огромная титаническая работа была проведена сегодня исполнительными органами власти. Депутаты Верховного Совета принимали самые непосредственные участия, тот же Соборев, Валерий Фёдорович, строительная компания, которую в Узбири полностью тоже построили. В апрельских пожарах в Краснополе сгорело более 50 домов. Сегодня Краснополе полностью восстановлено, как и восстановлена Саяно-Шушенская ГЭС после аварии 2009-го. А сегодня для гидроэнергетиков особый день исполнилось 40 лет с момента перекрытия Енисея. С этим событием работников станции и строителей поздравил председатель Верховного Совета Владимир Штыгашев. 11 октября состоялось это громадное большое событие. И это действительно был праздник труда огромного количества людей. Енисей был перекрыт, и началось интенсивное строительство и плотины, и всего гидроузла. И сегодня бы, конечно, хотелось поздравить всех ветеранов, кто участвовал, кто принимал любое участие в создании и строительстве этого мощнейшего гидроузла. И пользуясь случаем, я хотел бы действительно поздравить всех участников строительства, создания этого мощного гидроузла на Енисеи, ветеранов прежде всего, и молодые люди, которые продолжают сегодня работать на различных участках производства. Я думаю, что это праздник всей Хакасии и Красноярского края. Работали все. Так что с праздником вас, с 40-летием перекрытия Енисея.